Привет всем, кто с нетерпением ждал, когда начнётся европейский отбор на чемпионат мира. Давайте вспомним, что Азия имеет квоту в 4,5 места, плюс дополнительную путёвку получает хозяйка турнира сборная Катара. Африканским командам выделяется 5 мест. У Южной Америки 4,5 путёвки, Северная Америка и страны Карибского бассейна получают 3,5 места. Океане достаётся полпутёвки, её лучшая команда пройдёт международные стыковые матчи. Европа же получает наибольшее представительство, 13 мест на Мундиале. Всего в УЕФА входят 55 членов. Мы сейчас посмотрим, как они были распределены по корзинам перед жеребьёвкой. Здесь отображены все европейские сборные согласно последнему рейтингу FIFA. Бельгия первая, Франция, помним, вторая. Германия занимает 13-ю строчку, но в Европе она 10-я и так далее. Сан-Марина на 209-м месте в мире, а в Европе на 55-м месте. Перед жеребьёвкой сформированы 5 корзин. Итак, в первой оказались 10 лучших команд Европы. Вот они. Бельгия, Франция, Англия, Хорватия, Португалия, Испания, Швейцария, Италия, Нидерланды и Германия. Видимо, что эти 10 сборных и выйдут на чемпионат мира. Дальше поясню. Во второй корзине оказались следующие по списку 10 европейских команд. Дания, Швеция, Польша, Уэльс, Украина, Австрия, Турция, Сербия, Словакия и Ирландия. Оказывается, рейтинг FIFA это вовсе не бесполезная штука, он помогает формировать корзины. В следующей корзине оказались такие 10 команд, как Северная, Ирландия, Румыния, Россия, Исландия, Норвегия, Чехия, Босния, Шотландия, Венгрия и Греция. В четвертую попали, вы уже догадались, это Финляндия, Болгария, Черногория, Словения, Албания, Северная Македония, Беларусь, Грузия, Израиль и Кипр. А вот в пятой корзине оказались уже 15 сборных. Это Люксембург, Армения, Эстония, Фарерские острова, Азербайджан, Косово, Казахстан, Литва, Андорра, Латвия, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Гибралтар и Сан-Марино. Кроме корзин, был утвержден еще формат отбора. Итак, в квалификации по традиции будет 10 групп по 5 и 6 команд соответственно. В качестве примера можно сформировать одну из них. Допустим, Бельгия из первой корзины, Дания из второй, Россия из третьей, Финляндия из четвертой и Сан-Марино из пятой. Все старые знакомые. Вообще, кто бы не выпал из первой корзины, это Грант, за исключением нескольких команд. Во второй корзине также сильные соперники. Может вместо Дании попасться и Швеция, и Турция, с которыми Россия выступала в одной группе Лиги наций. Кстати, Бельгия в связке с Данией это самый худший сценарий для команды Черчесова, но это только предположения. Вариантов в общем масса. Может Украина сразиться в одной группе вновь с Нидерландами, но ясно одно, чем ближе к первой корзине, тем легче могут попасться соперники в группе. Конечно же, хуже всех это участникам пятой корзины, где может быть следующая ситуация. Испания, Польша, Исландия, Беларусь и Эстония. Занять для аутсайдеров первые два места тут нереально. Важная деталь. Финалисты новой Лиги наций займут первые четыре группы. Помним, что финалистами прошлого розыгрыша стали Швейцария, Англия, Нидерланды и Португалия. Эти четыре сборные были распределены в первые четыре группы отбора, но Евро 2020 года. Кто же выйдет на чемпионат мира? А выйти на мундиаль можно двумя путями. Первый выиграть группу. И тогда 10 победителей автоматически гарантируют себе участие на мировом форуме. Помните, когда я сказал, что возможно в финальную часть выйдет вся первая корзина? Все для этого подстроено. Шутка. Вы мысленно прикидываете, кто это может быть, а я расскажу про второй путь. Он носит название плей-офф. Чтобы попасть сюда, нужно занять в группе отбора второе место. К этой десятке присоединятся два лучших победителя дивизионов Лиги наций, которые не прошли прямой отбор и, соответственно, не вышли в плей-офф со второго места квалификации. Эти два победителя Лиги наций будут определены по рейтингу данного турнира. В итоге 12 команд разыграют в плей-офф оставшиеся три путевки на чемпионат мира. Плей-офф будет состоять из двух раундов. Первый успешно пройдет 6 сборных. 6, соответственно, отсеются. А второй пройдет уже, соответственно, 3 команды. Они и станут обладателями трех путевок. Вот мы тогда и получим 13 счастливчиков от Европы. Когда старт отбора? С 25 по 27 марта 2021 года начнется первый тур. Также в квалификации будет действовать система видеопомощи рефери. Квалификация будет зависеть отчасти от результатов Лиги наций UEFA 2020-2021 годов. Но теперь этот турнир прямой путевки на крупный турнир не дает. Мы ранее рассказывали о всех корзинах каждого дивизиона. Это также необходимо знать. Обязательно загляните еще в комментарии, если вам есть что дополнить. Услышимся на спортивном.